Всех приветствую! А я приехала в Сибирь. Я в Братске. Я здесь никогда до этого не была. Очень мне здесь интересно. Меня здесь очень гостеприимно принимают. И вот сейчас я стою на Братской ГЭС. Сделаю нарезочку своих путешествий по Братску. Я здесь недолго всего на два дня. И выложу все в ролик. Вот. Братская ГЭС во всем своем великолепии. Ну, конечно, потрясает. Очень потрясает. Красота. Посмотрите, как интересно. Вот сам знак, где написано Братская ГЭС. Это буквально в нескольких метрах от самой плотины. Я решила подняться и его запечатлеть. Это Братское Взморье. Оно еще все подо льдом. Здесь вот буквально вот насколько я поняла, мне объяснили. Вот это пляж. Он просто сейчас весь замерзший. То есть, когда растает лед, здесь будет песок. А там уже начинается вода. А вот здесь прямо у нас шикарный лес. Сосновый бор. А вот меня привезли в очень интересное место на остров Тенге. Там он красивый лес вдали. А вот здесь есть лошади, на которых мы сейчас пойдем смотреть. Вот они там. Мы сейчас к ним подойдем поближе. Вот мы тут к лошадям поближе подошли посмотреть. У нас, к сожалению, нет ничего их покормить. Я бы, конечно, хотела им яблочко дать или морковку, но нету. А вот тут река Ангара. Она не замерзает никогда. Даже зимой. Вот не замерзает и все. Красиво, но просто очень. А здесь мне показывают сибирское гостеприимство. Привели меня в ресторан угощать. Здесь только мы и сидим мы в отдельном кабинете, который с балкончиком. Сейчас покажу вид на ресторан. Так, вот ресторан. Тут были, судя по фотографиям, очень много известных и знаменитых людей. Он здесь многие годы стоит. Ну, вот так. Сейчас будем закусывать. Река Ангара, оно просто потрясающе красиво. Честное слово, аж дух захватывает от такой красоты. Сейчас я в центре Братска. Здесь вот у них памятник Ленину и, ну, дом правительства. Это центр, где у них заседает их правительство и принимает ответственные решения. Тут очень красиво в центре аллея, очень красиво. Ну, сейчас весна, ничего не цветет, а летом, ну, тут все это цветет. Здесь все здорово. Сделаны площадки, качели. И эта вот аллея, она ведет прямо к морю. меня пригласили на настоящую лесопилку. Вот, мне показали, как обрабатывается и пилится сибирская древесина. А вот это производство высококачественных опилок, которые хозяин этой лесопилки, с которым я знакома, отдает на местную станцию за бесплатно. то есть часть его производства, точнее, отходы его производства идут в пользу города, вырабатывается электричество. Мне сделали специальную демонстрацию, как сортируется лес. Вот сейчас мне покажут, как это все разбирается на части и переносится из одного места в другое. Ух ты! О, красота! А вот тут ко мне собачка пристроилась, сладкая. Загря зовут. Загря, ты мой сладкий собачек, ты мой хороший песик, такой хороший. А тут меня привели на экскурсию в Ангарскую деревню, где сохранили дома, вот самые настоящие дома из деревень, которые переместили в свое время из-за строительства ГЭС, в другие места. Сохранили дома и интерьер. Очень даже интересно. Плохо видно из-за света. Ну вот, о, красивый такой комод стоит. А вот она, русская печь. Красота! А здесь у нас интерьер с самоваром и с прялкой. Самая настоящая прялка. и колыбель детская. А в этой избушке у нас охотник. Вот он. Стол, красный угол и, опять же, русская печь. Вот она с горшком. А это аэропорт Братска. У них здесь стоит самолет Як-40. в свое время, очень-очень давно, когда я была совсем молодая, я работала стюардессой в Азербайджанском управлении гражданской авиации. И один из самолетов в нашем парке был именно Як-40. Очень был популярный борт на местные рейсы. То есть только по Азербайджану. Понятно, что по стране мы летали тогда это был Ту-134 и Ту-154. А вот Як-40 летал по Азербайджану. Вот это сейчас покажу сам аэропорт. Вот это аэропорт города Братска.